В Национальном Олимпийском комитете сегодня чествовали золотой спортивный запас Беларуси. 217 юных атлетов, в том числе паралимпийцев, а также тренеров-преподавателей, которые в течение года отметились высокими результатами на международной арене, получили именные стипендии от президентского спортивного клуба. Мероприятие не обошлось без Юлии Селепиской. В спорте высоких достижений нет разницы между олимпийскими и неолимпийскими видами спорта. Ведь вместе с личной победой на международной арене спортсмен прославляет свою отчизну и под бурной овацией поднимается флаг нашей страны. Героев надо воспитывать и поддерживать с детства. Президентский спортивный клуб традиционно в конце уходящего года подводит итоги выступлений юных спортсменов и тренеров. Лучшие получают именные стипендии. Для тех спортсменов, которым удалось повторить и улучшить свои результаты, мы решили повысить ставку на 10 и 20 процентов соответственно. Если прибавляет спортсмен, прибавляем и мы. Анна Тарасюк, метая копье в нанкине, знала. Если не сейчас, то никогда. Я чувствовала, что если не сейчас, то другого шанса такого не будет. Но, конечно же, я чувствовала, что на мне лежит большая ответственность как перед моим тренером, так и перед всем государством. Буквально всколыхнули мировую общественность в бильярдном спорте неолимпийском виде две юные дивы. Чемпионка мира Яна Шут утром проснулась в волнении. Волнительно было и вообще приятно, что вот все-таки заметили именно бильярдный спорт, что вот нас вот двух девочек дали нам стипендию. Не знаю, очень приятно было. Эмоции Маргариты Фифиловой остались на финале отечественного форума. Накануне девочка стала победительницей в категорию пул-10. А сразу после честования в зале олимпийской славы отправилась бороться за медали в пул-8. Вообще спорт, неважно олимпийский или не олимпийский вид спорта, самое главное, что ты спортсмен, ты этим занимаешься и нужно отдаваться этому полностью. Сразу шесть девчат-тяжелоатлеток получили заветные сертификаты из рук председателя. Железной леди пока не решили, куда именно потратить свои гонорары. А вот финалист чемпионата Европы по фехтованию убежден, что у него есть все и надо помочь нуждающимся. У него появилась такая идея и желание помочь девушке, которая тоже недавно получила травму, но не имеет возможности приобрести себе более активную коляску для активного образа жизни. В этом зале собрались исключительно герои. Каждый из них выходил на старт не за зарплату. Ведь нет ничего дороже, чем стоять на пьедестале и петь свой родной гимн, положив руку на сердце.